Сегодня глава Карачаева-Черкесии посетил пожарную часть МЧС в южной части Черкесии. Рашид Тимрязов осмотрел пожарно-спасательную технику, посетил местный музей. Временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций в Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко доложил главе республики о готовности ведомства к реагированию на сезонные риски. Мадина Каракетова продолжит. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям в Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко показал главе Карачаева-Черкесии пожарно-спасательную технику, используемую в различных чрезвычайных ситуациях. Чаще проблемы спасателям создают туристы, приезжающие в Карачаево-Черкесию без регистрации. Александр Голоколенко рассказал, что везде расставляются временные пункты спасателей для регистрации подобных гостей. Кроме того, принято решение поставить на учет коммерсантов, использующих в туристических целях водные ресурсы, чего ранее не было. Вы знаете, были происшествия на воде, которые резонансы, соответственно. Мы в этом формате еще и здесь делаем упор. Хотелось бы, конечно... У нас больше, это где, Зеленчукский район? По реке Зеленчук, по верхней Архиз, да, как бы там... Аганочхира. Там экстремалы, экстремалы, там самые... Там особо, это только спортсмены и профессионалы, которые занимаются подготовкой. А те, которые предоставляют услугу гражданам, это вот Архиз. В основном там вся формировка. А вот с учетом там роста туристов, в том числе и лета, и зиму, Вам достаточно и снегоходов, и... С учетом развития... Ну, совершенно нет, что как бы есть необходимость сюда комплектоваться. С учетом того, что мы непосредственно сейчас по Вашему поручению заходим на поселок Романтик, и зимой мы будем там прикрывать. Нам бы хотелось снегохода, но более такого спортивного типа, где бы мы могли бы выполнять задачи непосредственно на трассах, потому что большой снегоход тяжело заходит, а спасатели могут работать на спортивном снегоходе, и непосредственно оказывать помощь. Задайте предложение, пожалуйста. Есть предложение. Либо от субъекта, либо я обращусь по своей линии к руководству Вашему. Это всем миром соберем. Но надо укомплектовать. Главе Карачаева Черкесии продемонстрировали пожарную лабораторию, которую используют при расследовании пожаров, и подвижной пункт управления. У нас, значит, могут быть до пяти рангов пожаров в нашей республике, все там, с наших объектов. Вот от второго ранга уже выезжает оперативная группа СПТ и руководит непосредственно всеми силами и средствами, как пожарного гарнизона, так и вспомогательными, соответственно, нашей республики. Первый пожар произошел в новом году на территории республики. Ну, здесь мы поверяемся на то, что это был человеческий фактор. Это раз. Он, да, был резонансный пожар, все там, первого пожара Российской Федерации. Но мы соответствующие выводы сделали, как по работе, соответственно, с гражданами, которые там вольно ходят по нашим лесным угодиям. Ну, соответственно, с Лисопожарной службой республики мы дополнительно заключили соглашение, дополнительно проверили силы и средства наши уже по реагированию непосредственно на термоточки, которые не дойдут до такой большой площади. Есть определенные позиции. Теперь, да, показалось, что мы готовы к реагированию, в том числе с применением воздушной авиации. Рашид Темрезов поинтересовался, сколько времени необходимо спасательной службе для выезда на ДТП. Минуты достаточно, чтобы собраться и выехать, заверил Александр Голокаленко. Более того, благодаря тому, что технический автопарк МЧС по Карачаевой Черкесии оснащен всем необходимым и за последние несколько лет был существенно обновлен сотрудники всех подразделений без отрутнений соблюдают правила «золотого часа», то есть максимальное время, необходимое, чтобы доехать до любой точки республики в течение часа. ...только точек республики, место-то и время-то и... Ну, золотой час мы выдерживаем. Золотой час мы выдерживаем. Давайте, я готов помочь, потому что у нас с урубского направления, те, кто идут с Краснодара, тем более мы сейчас там дорогу делаем, еще людей будет больше ездить. Поэтому то направление, оно, кстати, то, о чем мы с вами говорим, не только лет, но не только зима. У нас, если там сегодня по нашим оценкам где-то 5-7 тысяч трафик, то в случае там, когда завершим реконструкцию дороги, будет до 15 тысяч. Ее даже уже, в принципе, можно там во вторую категорию переводить. Кроме того, глава республики поддержал предложение Александра Галакаленко о приобретении вертолета, необходимого для работы в курортной зоне. Далее Рашид Темрезов осмотрел административное здание пожарной части, посетил местный музей, в котором собрана вся информация о службе спасателей и пожарной службе, о сотрудниках-героях, собраны грамоты и кубки из различных соревнований, посмотрел тренировку личного состава. В завершение Александр Галакаленко доложил главе республики о готовности сил и средств подразделения МЧС Карачаева-Черкесии для реагирования на сезонные риски. Дина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия.